О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте, наши редакторы и журналисты собрали для вас все самое важное и интересное за день. И вот о чем пойдет речь в выпуске. В Украине новый президент Владимир Зеленский официально вступил в должность, как прошла церемония инаугурации и какие заявления Гарант сделал в первый рабочий день. Слова поддержки и напутствия, как поздравили Зеленского мировые лидеры, кто приехал лично и какие пожелания звучали в поздравлениях. Премьер-министр и главы силовых ведомств уходят в отставку на фоне заявлений президента. За вклад в кинематограф Аллен Делон получил главную награду Каннского кинофестиваля. Распустил Верховную Раду, запретил чиновникам ставить в кабинетах свой портрет и пообещал украинцам, что они больше не будут плакать. Владимир Зеленский официально стал шестым президентом. Как прошла инаугурация в сюжете Юлии Башко? Практически целый день в Киеве перекрыты дороги. Для проезда закрыли около 20 улиц. Все для того, чтобы приглашенные иностранные делегации могли свободно подъехать к Верховной Раде. Так как впервые в истории Украины инаугурация проходит в будний день, понедельник. Чтобы избежать больших пробок, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправляется в Верховную Раду на инаугурацию. Пока снаружи подметают красную дорожку, по которой он должен зайти, внутри Верховной Рады солисты хора имени Веревки вовсю репетируют. Гимн Украины они будут исполнять уже на шестой инаугурации президента Украины. Мы уже постоянные участники. Можно сказать, решение судьбы Украины. Церемонию инаугурации освещают более 300 представителей украинских и иностранных медиа. Чтобы занять места получше, они собираются за 4 часа до начала торжественного заседания. Из числа первых гостей – представители духовенства. Среди них и митрополит Епифаний. Мы хотим, чтобы у нас были добрые партнерские отношения, и мы вместе строили украинское государство. А мы и иерархи будем строить единую поместную православную церковь. На инаугурацию президента Владимира Зеленского приехали более 60 иностранных гостей. Среди них президенты всего пяти стран – Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы и Эстонии. Поддержать Владимира Зеленского пришли его бывшие коллеги – комедийные актеры студии «95-й квартал». В отличие от почетных гостей, они не приглашены на торжественную часть. Вместе с другими сторонниками Зеленского наблюдают за инаугурацией через экран за ограждением. Он лучший. Он сильный, умный, грамотный, честный, порядочный, трудолюбивый. Имеет кучу хороших, преданных, честных друзей. Ну и, я думаю, что все у него получится. Впервые в истории Украины к присяге президента Украины приводят две женщины. Глава Центризбиркома Татьяна Слепачук и глава Конституционного суда Наталья Шабтала. Текст присяги украинскому народу Зеленский произносит, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие. Официальные символы президента Украины, гербовую печать и булаву вносят в Верховный Совет под Запорожский марш. И даже то, что удостоверение падает на пол после того, как Зеленский передает его почетному караулу, не портит торжественный момент. В инаугурационной речи Владимир Зеленский одной из своих первоочередных задач называет прекращение огня на Донбассе. Зал встает и аплодирует. В этой части своего выступления он даже специально переходит на русский язык, как бы адресуя слова России. Готови до диалога, але я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Зеленский призвал депутатов принять ряд законов про депутатскую неприкосновенность о незаконном обогащении избирательный кодекс, а также уволить с должностей глав СБУ, ГПУ и Минобороны. А после заявил. У вас для этого будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду 8-го созыва. После торжественного заседания в Верховной Раде в Маринском дворце Владимиру Зеленскому, как президенту страны, присягнули командующие всех родов войск Вооруженных сил Украины и главы силовых ведомств. После завершения официальных мероприятий он пешком направился в администрацию президента, чтобы провести двусторонние встречи с иностранными делегациями. Юлия Башко, Ольга Михалюк, Евгений Савицкий, Ярослав Матеш, ЮЭТВ. Новый глава государства уже провел первые официальные переговоры с представителями США. Он обсудил реформы в Украине и призвал ужесточить санкции против России. Также Владимир Зеленский лично встретился с президентами Грузии, Венгрии, Эстонии и Литвы. Как мировые лидеры поздравили Зеленского, кто приехал на инаугурацию лично, а кто пригласил в гости в сюжете корреспондентов ЮЭТВ? Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Владимира Зеленского со вступлением в должность одной из первых. Она приехала на церемонию инаугурации украинского президента и присутствовала в Верховной Раде. Напутствие ему не давало, но отметила, что огромное доверие людей – это большая ответственность. На торжественную инаугурацию президента Украины прибыла и делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри. Америка здесь, чтобы озвучить четкое послание. Президент Соединенных Штатов попросил нас его передать. Украинский народ может рассчитывать на Соединенные Штаты, а также на совместную работу с новым президентом. И надеемся с новым парламентом ради светлого будущего наших стран. Оказывать поддержку украинскому народу пообещали и в Евросоюзе. Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии Мара Шевчевич и пригласил нового президента в Бельгию. Я хотел бы пригласить президента Зеленского посетить европейские институции. Брюссель как можно скорее, чтобы встретиться с европейскими лидерами и установить настолько близкие отношения, сотрудничество, насколько возможно. Мы хотим познакомиться с его командой и мы готовы работать вместе ради успеха Украины и ее народа. Франция тоже готова сотрудничать с новым украинским президентом и оказывать политическую и экономическую поддержку. Мы важный экономический и стратегический партнер для многих компаний в Украине. Украина и Франция на протяжении долгого времени – дипломатические партнеры. Поэтому для французского президента и правительства было очень важно, чтобы мы были сегодня здесь. Свои наилучшие пожелания Владимиру Зеленскому написала и королева Великобритании Елизавета II. Сообщение от нее опубликовали на странице твиттера посольства Украины в Соединенном Королевстве. Премьер-министр Великобритании Терезе Мэй свое поздравление тоже передала через соцсеть. Поздравление Владимиру Зеленскому с его вступлением в должность нового президента Украины. Великобритания будет и впредь поддерживать реформы, безопасность и процветание Украины. И я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами и вашей администрацией. Из постсоветских стран Владимира Зеленского первым поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он пообещал расширять армяно-украинские отношения и пригласил нового президента Украины в гости. Армения готова углублять и расширять армянско-украинские отношения во всех областях. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем поднять двухстороннее сотрудничество на качественно новый уровень во благо наших народов и стран. Желаю вам новых успехов в построении Украины, вашей мечты, а дружественному украинскому народу мира и благополучия. Чьё приглашение в гости примет новый украинский президент и куда отправится в свой первый официальный визит, пока в команде Зеленского не говорят. Инна Косинская, Анжела Лешко, ЮАИ-ТВ. Каждая из шести инаугураций президентов Украины проводилась по протоколу, но имела свои особенности. Со слезами на глазах у Леонида Кравчука, дважды по-разному у Леонида Кучмы, с продолжением на Майдане незалежности у Виктора Ющенко, с закрывающейся дверью перед присягой у Виктора Януковича и с падением оружия у Петра Порошенко. Об особенностях и казусах торжественного дня в биографии глав государства. Ольга Михалюк. Все пять президентов Украины на свою первую клятву украинскому народу заходили в Верховную Раду согласно четко отлаженному маршруту. Через кулуары в сессионный зал. Ведь в должность глава государства вступает не после получения народной поддержки на выборах, а после вручения ему удостоверения президента Украины на инаугурации. С плохого знака началась инаугурация Виктора Януковича. Перед ним чуть было не закрылись двери. В 2014-м после революции достоинства и побега Виктора Януковича на внеочередных выборах президентом избрали Петра Порошенко. Его инаугурация проходила на фоне аннексии Крыма и вторжения российских войск на Донбассе. На скромную церемонию приехали 56 международных делегаций, среди них 23 иностранных президента. Торжество омрачило неприятность. От жары потерял сознание и уронил карабин солдат почетного караула. Впервые протокол инаугурации депутаты стали продумывать для Леонида Кравчука, первого президента независимой Украины. Конституции нет. И тогда было принято такое решение принести присяг на Пересопненском Евангелии. Усилить нашу ответственность. Клятву принес я украинскому народу. Не было тогда ни гимна, ни текста еще не было. И сказали, пусть будет гимн духовный, Божий, единый, великий нам Украину хранит. Акустика там поднимает дух. Я помню, впервые у меня за эти годы, сколько было сложностей, дальше глаза стали влажные. Главную духовную книгу инаугурации держат в специальном сейфе Института рукописи Национальной библиотеки имени Вернацкого. Чтобы привезти ее на торжество из Верховной Рады или администрации президента, должен прийти специальный запрос. В бронированной машине и с охраной доставляется в Верховную Раду. Книге 463 года. Пересопненское Евангелие создавали пять лет. В манускрипте 482 пергаментных листа. В свое время им владел украинский гетьман Иван Мазепа. Рукопись весит 9 килограмм 300 грамм. Это святое писание, перевод из старославянского на простой украинский язык. Евангелие использовалось как богослужебная книга. Об этом говорят затертые уголки. Она много путешествовала. Из Переяслава-Хмельницкого в Полтаву, из Полтавы в Уфу. К счастью, вернулась оттуда в Украину. Во время присяги президента Леонида Кравчука открытое Пересопницкое Евангелие находилось рядом. А вот во время первой инавгурации президент Леонид Кучма так волновался, что рукой водил по страницам. А это категорически запрещено правилами обращения с рукописями. Уже во время второй инавгурации президент Кучма присягал на Евангелие от Матфея с поучениями Иисуса Христа ученикам. Все последующие президенты присягу украинскому народу давали уже на закрытом Пересопницком Евангелии. После зачитывания присяги глава государства занимает президентское кресло и ставит под документом свою подпись. Затем председатель Центра избиркома вручает ему президентское удостоверение, а глава Конституционного суда – символы власти, нагрудный знак, гербовую печать и булаву. Этот обычай идет еще со времен гидманства. Гидман, когда его избирали, ему вручали как символ власти булаву. Исключением из правил стала вторая инаугурация Леонида Кучмы. Она проходила в концертном зале, одном из крупнейших в стране. Для этого Верховная Рада провела выездное заседание. Из двух частей состояла церемония вступления в должность Виктора Ющенко. Клятву украинскому народу гарант давал сначала в парламенте, а потом на Майдане незалежности. Двухчасовое шоу транслировалось в прямом эфире. Инаугурация – это только торжественный штрих в биографии, говорят президенты, возглавлявшие Украину. Самое главное начинается после. Пятилетний период кропотливой работы и большой ответственности. Ольга Михалюк, Антон Куница, Евгений Савицкий, ЮЭй-ТВ. Громкие заявления нового президента Украины об отставках и распуске Верховной Рады прозвучали сразу же после присяги. Владимир Зеленский четко дал понять депутатам – с ними работать не будет. Официального указа пока нет. Ранее в интернете команда Зеленского представила только проект документа о распуске Рады. Какие для этого есть законные рычаги у президента и какие сценарии ждут страну, разбиралась Ольга Волынець. Я распускаю Верховную Раду Восьмого Скликанья. Слава Украине! Эти слова Владимир Зеленский произнес сразу же после присяги. Он дал Раде срок два месяца, чтобы уволить председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора и министра обороны. Говорить о юридических основаниях решения президента Украины Владимира Зеленского мы можем только после того, как появится текст указа. А пока мы говорим, что есть вот такое волевое решение. Для распуска Верховной Рады досрочно нужны законные основания. Их всего три. Если парламент не может собраться на сессию на протяжении 30 дней, если парламент не может на протяжении двух месяцев сформировать большинство, и если парламент не сможет сформировать коалицию в период 30 дней после того, как она прекратила существование. На сегодняшний день законного основания для распуска парламента нет. Очевидно, команда Зеленского будет опираться на решение Киевского окружного административного суда о том, что отсутствует коалиция в Верховной Раде. Его еще нет, но очевидно, что в ближайшие дни оно будет. Иск по этому вопросу команда Зеленского подавала еще в феврале. Если Владимир Зеленский подпишет указ о распуске Верховной Рады сегодня, уже завтра начнется избирательная кампания. Когда он говорил, что вы за эти два месяца сможете поменять закон про выборы или снять неприкосновенность, это был такой стеб. Нельзя поменять закон про выборы уже на следующий день, когда стартует избирательный процесс. А после указа президента ЦИК запускает его. Проект указа Зеленского о досрочном распуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов появился в интернете еще 17 мая. В документе отмечалось, что после выхода 19 февраля 2016 года из коалиции «Батькивщины и самопомощи» в двух оставшихся фракциях БПП и Народный фронт находилось меньше половины конституционного состава парламента. Однако официально о распаде коалиции спикер парламента Андрей Порубий заявил только три дня назад, 17 мая. После того, как о выходе заявила партия Народный фронт. По законодательной процедуре у парламента есть 30 дней, чтобы создать новую коалицию. Когда месяц пройдет, у Зеленского уже не будет возможности для распуска Верховной Рады, потому что этого нельзя сделать за полгода до парламентских выборов. То есть после 28 мая ее априори невозможно распустить. Как только появится указ президента о распуске Верховной Рады, ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс. Об этом «Интерфакс» Украина заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая. В предварительном проекте указа внеочередные парламентские выборы запланированы на 14 июля. Однако пока нет официального текста, можно только предположить, что в такие короткие сроки провести выборы будет очень сложно, говорит политический эксперт Алексей Минаков. Это очень короткий срок для новых политических сил, на которые есть запрос в обществе. Им надо как-то за это время успеть раскрутиться, распиариться, сформировать штабы в регионах. Это очень сжатые сроки. Для большинства политических сил Украины эти внеочередные парламентские выборы будут означать политический провал. В первую очередь от этого выиграет сам Зеленский, потому что не успеет сдуться его личные рейтинги, люди не успеют разочароваться в нем. Ну и, конечно, партия Петра Порошенко, потому что его электорат очень активно мобилизирован. На фоне заявления Зеленского о распуске Верховной Рады и требований отставки глав силовых ведомств, министры обороны и глава СБУ уже написали рапорты. Кто заменит их, пока неизвестно. В случае распуска парламента ключевые государственные кресла на два месяца могут остаться пустыми. Ольга Волынец, Юлия Башко, Александр Бугай, UATV. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уходит в отставку. Такое решение он принял после речи новоизбранного президента Владимира Зеленского, где тот призвал правительство сложить полномочия. Гройсман уже написал заявление, но подаст его после заседания Кабмина в среду, 22 мая. Вместе с премьером сложат полномочия, и все министры с приставкой исполняющие обязанности продолжат работать до назначения нового правительства. За все три года мы не допустили ни одного кризиса, ни одной проблемы, которая бы несла угрозу государственности и Украине. За это время нам удалось принять ряд фундаментальных решений. А в частности, мы провели реформу децентрализации, увеличили в четыре раза местные бюджеты. Французский актер Аллен Делон получил главную награду Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф. Награду ему передала дочь Аннушка. 83-летний актер снялся более чем в 90 фильмах. Делон прославился своей работой в картинах «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард», «Бассейн». 72-й Каннский кинофестиваль начал работу 14 мая. Итоги фестиваля и имена победителей будут известны 25 мая на церемонии закрытия. Я выполнял работу, которую выбрал сам и работал с величайшими режиссерами. Очевидно, стал звездой. И если я звезда, то хочу поблагодарить вас за это. Я в долгу перед своей публикой. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала utv.ua. Спасибо, что вам интересна Украина. Обязательно увидимся на UATV. Субтитры подогнали Симон.